Ну что, всем привет! И сегодня Сан-Франциско. Хотелось бы добавить город в стиле диско, но это не совсем будет правдой. А правдой будет город полон риска. Город действительно полон риска, технологий разных культур, бесконечных спусков и подъемов. Именно таким я его увидела. И именно таким я его вам и покажу. Со времен ковида безопасность в Сан-Франциско очень снизилась. Преступность, кражи, бездомные. Все эти пугающие заголовки я намеренно не читала и настраивалась на хорошее. И только в такси из аэропорта в отель я спросила у водителя совет, куда мне ходить не стоит и вообще какая ситуация в городе. Тендерлойн. Самый опасный район Сан-Франциско. И ровно в двух кварталах от него находится мой отель. Ну да ладно. Отправиться туда днем мне было не страшно. Особенно за самым лучшим фобо в городе. Не знаю почему, но именно в сердце Тендерлойн находились все вьетнамские кафе с наивысшим рейтингом. Внутри было спокойное, рядом обедали копы, местные и такие же туристы, как я. Несмотря на то, что сюда я пришла пешком, обратно все-таки я вызвала такси. И раз уж я заговорила про еду, давайте покажу вам мою любимую кофейню. На фоне типичных американских кофейн оно явно выделяется стилем, вкусом и восточной эстетикой. Насколько мне удалось узнать, основатели кофейни родом из Йемена. Отсюда и вся атмосфера Ближнего Востока. Кстати, нашла я это место совершенно случайно, просто гуляя неподалеку. А гулять, как вы знаете, я люблю. Наверное, в каждом видео я рассказываю, что Америка это страна не для пешеходов, но вот Сан-Франциско город пешеходов. Поэтому здесь я как раз-таки многое гуляла. И вот представьте, я как-то раз иду, иду, иду и прихожу в Китай. Сан-Франциско город пешеходов Кроме Чайна-Таун, в Сан-Франциско еще есть Джепэн-Таун. Японский район, конечно, не такой популярный, но не менее колоритный. Наверное, я бы могла бы так сказать, если бы там не было ремонта. Но раз уж оценить архитектуру у меня не получилось, я пошла оценивать кухню. Не знаю, дело сложнее, чем выбирать роллы по меню без картинок. Пальцем в небо или пальцем в меню я взяла что-то более-менее классическое и какой-то там супер сет из девяти видов различных сашими. Уникальность в том, что ты не знаешь, что им на тебе принесут. То есть шеф выбирает сам. Решила записать свои эмоции пока свежие. Роллы действительно прикольные, вкусные. То есть во Флориде, например, сложно найти вкусные роллы. Но вот этот вот наборчик, если честно, я его не поняла. Это как, получается, сашими разные. За вот эти девять штук стоили 56 долларов. Как еще два набора роллов. Или даже три вообще можно. Потому что роллы стоили примерно по 20. Там, может быть, некоторые были по 15. Приятно, что японский этот городок находится прямо рядом с отелем. Поэтому мне сейчас буквально туда вот пройти. И все, я уже буду в отеле в своем. Ну, конечно же, Сан-Франциско не ограничивается только Азией и Востоком. Европа здесь тоже представлена. Например, в качестве Little Italy. То есть маленькая Италия. Узкие улочки, европейские здания. Много классных кафе и ресторанов, где можно попробовать настоящую итальянскую пиццу и пасту. Здесь обычно, конечно же, много туристов. И я здесь останавливаться тоже надолго не буду. Потому что меня ждет особенное место, я бы сказала, настоящая мечта любого эмигранта. Сейчас приходится подниматься в гору. Ну, как приходится. Вообще, весь Сан-Франциско состоит из холмов. Поэтому ты постоянно либо спускаешься, либо поднимаешься. Так вот, путь держим в Russian Hill. Так, обед сегодня будет в русском кафе. Как я понимаю, называется Синдурелла. Это, получается, Золушка. Меня, если честно, удивило. Подобные заведения в Майами, либо вообще около Майами, они всегда просто наполнены и переполнены русскоговорящим в основном населением. Здесь я пока что вообще почти, по-моему, ни одного не встретила. То есть приходят именно местные, что для меня удивительно. Я, естественно, заказала себе борщ. Еще я заказала, как называется, мясо без сроганов. Но рейтинг у этого заведения хороший. Все, моя еда. Здравствуйте. Ага, спасибо большое. Приятно вас видеться вами. Хорошо. Ага, здесь же клеточка. Ага. Спасибо. Как приятно. Какая милая тетца. Сейчас покажу. Итак, у меня здесь борщ. Большая мисочка. И огромный такой без сроганов. Если я правильно помню, без сроганов стоят 18 или 19 долларов. А борщ стоит, по-моему, 10 или 13. 13, по-моему, долларов. Для Америки это очень хорошие цены. Потому что такие блюда в других заведениях, я думаю, такой бы суп стоил 20 минимум. А второй, ну то есть без сроганов, стоил бы там за 30. На самом деле Сан-Франциско весьма большой город. И сложно полностью отказаться от транспорта. Ну и, по правде говоря, я отказалась именно от идеи арендовывать здесь машину. Ну, на это есть ряд причин. Все те же проблемы с безопасностью. Ведь взломы машин – одна из самых частых нарушений в Сан-Франциско. К этому прибавляется стоимость. Калифорния – один из самых дорогих штатов Америки. Ну и вдобавок узкие улицы вместе с холмистой местностью. Для меня, как не самого опытного водителя, так скажем, это, ну, большая проблема. Короче, мне проще передвигаться на своих двух и иногда пользоваться общественным транспортом. И вот на этом я хочу остановиться поподробнее. Сейчас вызвала такси непростое, а, пыталась сказать, золотое. Непростое такси сейчас будет. Я думаю, вам будет интересно. Ну, мне самой тоже интересно, потому что я еще на таком никогда не каталась. Посмотрим, как это будет. Привет, а то не мое такси. Ну, привет. Вставай, я тебя пропускаю. Ты куда? Боже мой, она уехала от меня. Офигеть. Так, как зайти? Хеллоу. Я пришла. Ага. Вот такие беспилотные такси уже курсируют свободно по Сан-Франциско. Если вдруг вы хотите тоже это спробовать, я рекомендую заранее скачать приложение и зарегистрироваться там, потому что нужно какое-то время подождать, чтобы тебя опровнули на поездке. Ну, это прям вообще какие-то сумасшедшие ощущения. Я все там 15 минут в дороге снимала себя, снимала машину, снимала руль, снимала, не знаю, все. Снимала все, что могла. В конце я прям уже совсем с ума сходила. Поэтому если вы сейчас меня какой-то там кринж словите, извините. А давно в такси работаете? Да, разворовали страну. Так, все, я почти приехала. Интересно сейчас, как он встанет. Потому что спереди стоит ЮПС. Это почта. А, ему нужно будет объехать почту. Езжает. Кстати, очень приятный водитель он, потому что он никого не подрезает. Он не выезжает, не создает там заторные перекрестки. Прям очень грамотно, так плавненько, аккуратно ездит. Приятно быть пассажиром такого водителя. Написано, что он еще точку, где остановиться. Вот так и нужно останавливаться. Ну, вроде да. Что, все? Я могу выйти? Я думаю, он скажет мне, когда я смогу выйти, да? Ты здесь. Пожалуйста, будьте уверены, что это очевидно, пока вы уходите. Хорошо. Мне так понравилось. А теперь от инноваций перейдем к ретро-транспорту. Кэбл-кар – это название местных трамваев, которые начали работать еще в конце 19 века. Но они до сих пор колесят по холмам города. Вот билетик, это получается как абонемент на день. И вот я иду на остановку, и происходит то, чего я вообще не ожидала. Сотрудники разворачивают трамвай вручную. Но это не единственное, что происходит без использования автоматики. Кэбл-кар – единственная в мире полностью ручная канатная система, которая до сих пор работает. Эти трамваи передвигаются не благодаря электромотору, а с помощью подземных тросов, которые непрерывно движутся по специальным рельсам. И контролируют все кондуктором. Короче, вот, проверили билет. Отметили, что 16 мая. В общем, эти трамваи – не транспорт, а целая достопримечательность. Знаете, почему у меня такая дышка? Потому что я только что поднималась. Вон оттуда. Вон оттуда. И вот склон в гору, даже не могу показать вам, насколько он крутой. То есть это вот прям чуть ли не вот так. Как говорится, дорогу осилит идущий, поэтому я иду. У Сан-Франциско точно есть своя эстетика, и крутые холмы подчеркивают эту уникальность города. Я думаю, иду, гуляю, там типа прикольно. Потом посмотрела вперед, куда мне надо идти. Я даже не знаю, это видно, насколько это все холмистый. То есть вот надо вот сюда наверх забраться, будет просто пешком. Ощущение, что они сейчас все просто повалятся вот так кубарем вниз. Немного пройдясь, я попала на самую извилистую улицу в мире. Ломборд-стрит. Тоже одна из достопримечательностей Сан-Франциско. Эти повороты были специально добавлены в 20-х годах 20-го века, чтобы уменьшить крутизну холма, который имеет наклон в целых 27 градусов, что делает его слишком опасным для прямого движения. Не знаю, можно ли так делать. А, нельзя. Вот написано, что... А я уже поперла. Извините. А вот так будет переезд. Офигеть. То есть они загородили просто всю трассу практически, всю дорогу. И вот оставили одну полосу. Так, тест-драйв. Смотрим, как она объедет. Ну, в принципе, легко. Вот вроде бы, да, машина стоит нормальная, да? Но на самом деле тут вот такой скорл. Вот так вот. Теперь уже камеру дежу ровно относительно земли. Мне кажется, в Сан-Франциско вообще невозможно ходить с распущенными волосами. То есть я вот сейчас расчесалась. И мне кажется, вот я пройду 5 метров, выйду на пересечение блоков этих. То есть на перекресток выйду, поддует опять суперсильный ветер. И все, можно заново расчесываться. Так что лучше, наверное, вообще убрать хвост или еще как-нибудь уложить. Лишь бы не распущенными. Кстати, добро пожаловать в Даунтан. Ну, или центр города. Конечно, это тоже интересное место с точки зрения архитектуры. Но я турист, форматы гулять по обочине. Поэтому давайте я покажу вам кусочки Сан-Франциско. Тем более они точно заслуживают вашего внимания. Погода, если честно, совсем непонятная. То вроде идешь и вообще кошмар, жарко. То есть он светит солнце. То чуть-чуть уходишь не туда, и там жесткий ветер. И ужасно холодно. Фух, я очень рада, что я сегодня многослойная. Поэтому в местах, где мне жарко, я что-то снимаю. А в местах, где мне холодно, я что-то... Это же тот самый мост. Вообще, я хочу поехать на смотровую. Но было приятно увидеть его случайно. Ну что, вы готовы увидеть мост Сан-Франциско? Короче, вот я. И вот мост. И толпа вся. Все мои друзья. Видно сегодня, конечно, так себе. Может быть, днем было получше. Короче, стало холодно. Вообще кошмар. Я решила просто зайти в магазин. Здесь хотя бы можно чуть-чуть погреться. Здесь все подается связанное либо с Калифорнией, либо с Сан-Франциско, либо с мостом. Можно также посмотреть, как строился. Точнее, почитать, как строился мост. Здесь там разно написано. Потом видео несколько тоже играют. Ну, в общем, вот такой вот момент. Прямо около смотровой стояло вот такое кафе, где можно было взять кофе и другие согревающие напитки. Но мне нужно ехать дальше. Следующая моя точка – Пирс 39. Это место стало особенно популярно благодаря морским котикам. Так, я дошла до Пирса. Фух. Специально надел микрофон, потому что здесь очень ветрено. Что могу сказать? Их много. Не лежат. Пытаются все уместиться. Поэтому один ползет, ползет другого. Тот, у которого ползут, орет. И тот, который ползет, тоже орет. Почему они не дают ему свободные площадки? Я не знаю. Может быть, им вместе как бы теплее летом. Там с собой прохладно. У меня почему-то не возникало никаких положительных эмоций. У меня возникала только грусть. Мне было жалко животных. Хотя, возможно, и наверняка даже им так хорошо и им так лучше. Но что-то внутри меня все равно отталкивало. И поэтому я очень быстро оттуда ушла. И давайте попробуем поменять вектор на положительные эмоции. И я покажу вам свой изумительный отель. Этот исторический бутик-отель располагается в здании, построенном в конце 19 века. И раньше оно использовалось как школа-интернат для девочек. На сегодняшний день даже сохранены части оригинальных элементов. Деревянные лестницы, камины и витражи. Мне поразилось, какой трепетностью отель относится ко всем деталям. И хочется прям рассматривать каждый, каждый уголок этого отеля. И вы меня, конечно, извините, но даже уборную в этом отеле хотелось рассматривать. Сейчас мы находимся на первом этаже общего холла. Здесь можно отдохнуть, погреться у камина, выпить лимонной воды и чай или кофе. Я думаю, всем интересно, как будет выглядеть номер в таком отеле. Ну что ж, добро пожаловать! Так самое странное, что здесь есть, это вот так можно хоп. И вот оттуда дует теплый воздух. Этот номер, если честно, мне очень понравился. Я очень переживала, что здесь будет супер пыльно. И мне показалось здесь, что супер влажная им аллергия супер обострится. Но на самом деле я сегодня вообще класс. То есть за два дня пребывания здесь у меня стало намного лучше. И я поэтому даже сегодня накрасилась, подсобралась. И думаю, что сегодня будет прекрасная прогулка по Сан-Франциско и дорога. Не скажу, куда. Все, давайте, пойдемте дальше, поселяться в отеле. На самом деле, лифт очень странный. И диванчик в нем тоже. И люстра шатается. Сейчас буквально перед тем, чтобы уже выдвигаться в аэропорт, зашли в такой прекрасный парк. Опять-таки могу сказать, что в Майами такого так не хватает. Потому что, ну, нет такой зелени. А тут прекрасно. Очень много людей читают, гуляют. Очень приятная здесь атмосфера. И очень много разных цветов, растений, деревьев. И могу сказать, что пока что, на первый взгляд, очень чисто. Несмотря на то, что я, если честно, мусорок особо не вижу здесь. Но парк все равно чистенький. К моему сожалению, у меня было всего буквально минут 30, чтобы погулять в этом парке. А парк действительно очень большой. У него даже есть отдельный сектор, куда, естественно, я не успела. Потому что мне нужно было уже вызывать такси и ехать в аэропорт. Вот так быстро пролетели два моих чудесных дня в городе Сан-Франциско. Ну что ж, я уже в аэропорту Сан-Франциско. Жду свой рейс в Лос-Анджелес. И у меня на этом все. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч. И пока-пока.